Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 января – особый день для Самарской области. Ровно 170 лет назад на берегу Волги у Жигулевских гор была основана Самарская губерния. В честь знаменательной даты в столице региона и всей области сегодня состоялись праздничные мероприятия. В музее имени Петра Алабина прошло торжественное открытие выставки о Самарском крае, на которой побывал и губернатор Дмитрий Азаров. Тему продолжит Гульфия Сафина. Главная мелодия сегодняшнего дня – гимн Самарской губернии. Ровно 170 лет назад император Николай I подписал указ высочайше повелеваю образовать губернию. Именно эти судьбоносные четыре слова легли в название выставки, которая открылась сегодня в музее Алабина. Старт выставки и всему юбилейному году дал губернатор Дмитрий Азаров. У нас богатая история, и эта выставка яркое тому свидетельство. И, конечно, не случайно Самарская область и наша столица, город Самары, в трудные времена для Родины дважды становилась столицей нашей страны. Нам есть чем гордиться. И я очень надеюсь, что и вы, так же, как и я, свяжете свою жизнь с нашей родной Самарской землей навсегда. Здесь представлены воспоминания Егора Николаевича Анаев-Путца, который был очевидцем событий, которые происходили 1 января 1851 года. Как зарождался край – единственный портрет первого самарского губернатора и первые достижения региона. Все это представлено на выставке. В архивных документах, собранных научными сотрудниками музея, весь путь губернии – от центра ремесленничества к статусу космической столицы страны. За последние три года регион укрепился как лидер во многих сферах. Ведь побеждать – это по-самарски. С юбилеем Самарскую область поздравляют не только регионы России, но и города-партнеры со всего мира. И то, что сегодня мы с вами, несмотря на те сложные события, которые происходят на территории Российской Федерации, да и всех стран нашей планеты, наши жители смогли проявить себя как очень креативные, как очень милосердные и как люди, которые творят историю сегодняшнего дня. А это значит, что наша выставка «170 лет Самарской губернии» в 2021 году, она на этом не остановится, потому что мы творим историю сегодня. Весь год 63-го региона будет по-настоящему юбилейным. На все 12 месяцев запланированы масштабные мероприятия, приуроченные к 170-летию губернии. А пока посетить юбилейную выставку можно будет до 13 февраля. Во все дни вход бесплатный. Гульфия Сафина. События. Новый корпус Самарской детской инфекционной больницы появится уже в следующем году. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Специалисты, которые трудятся в этом лечебном учреждении, оказывают помощь пациентам с коронавирусом по оценкам. Экспертного сообщества – одни из лучших в стране. Насколько мест будет рассчитано, новое здание узнала Лариса Шалафаст. Врачи областной инфекционной больницы буквально вернулись с того света, рассказывает Ольга Савина. Насморк и небольшая температура сначала не насторожили. Затем состояние женщины резко ухудшилось. Госпитализировали Ольгу практически со стопроцентным поражением легких. Весь персонал замечательный. Врачи очень грамотные, очень внимательные. Прямо вот низкий поклон до земли. За одну смену в областную детскую инфекционную больницу поступают порядка 10 новых пациентов. Здесь лечатся и взрослые, и дети. Обсудить планы развития учреждения приехал губернатор Дмитрий Азаров. В 2012 году в здании провели ремонт и подготовили боксы для пациентов с опасными инфекциями, что сейчас помогает в лечении пациентов с ковидом. Не контактируют ни с персоналом, ни с чем. Передача пищи идет через специальные входы. Соответственно, больные не выходят в коридоре, нет пересечений. Здесь трудятся лучшие специалисты. Эти врачи-педиатры могут все. В период пандемии им пришлось стать и пульмонологами, и психологами. Летальность в областной больнице самая низкая среди инфекционных отделений Приворского федерального округа. Чтобы врачи могли оказывать помощь еще большему числу пациентов, губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу региональному Минстрою начать строительство нового корпуса инфекционной больницы. У нас задача стоит в первом квартале следующего года здесь завершить все. Завершить следующего года. В первом квартале следующего года завершить? Да, вот давайте. У нас финансирование на сегодня 22-й год. 22-й, 23-й. Федеральный. Мы надеемся, что сейчас сдвижка будет. Нам надо 22-й ждать декабря. Я хотел, чтобы мы в 22-м году, в худшем случае в середине года, сдали. Я тебя лично закрепляю за этим объектом. Планируется, что новый корпус инфекционной больницы будет рассчитан на 100 мест. Лариса Шлафаст, События. В общественном транспорте продолжаются проверки по соблюдению масочного режима. Рейды проводились и в новогодние каникулы. Не останавливаются они и сейчас даже в такую морозную погоду. На сегодняшний день почти 9,5 тысяч человек не допустили в метро из-за отказа надевать маски. Выписали 155 протоколов. Но не всегда нарушают именно пассажиры. А кто тогда узнали наши корреспонденты? Погода под стать январю. Но для пандемии разницы никакой. Масочный режим сохраняется. А значит и рейды в общественном транспорте. Там риск скученности остается высоким. Продолжаются. Не делали пауз даже в праздники. В ежедневном режиме с октября месяца проводим рейды на автобусах, трамваях, троллейбусах. Плюс в метрополитене действует турникетная система. Это значит, что в метро пассажиры без маски не допускаются. Если же мы в наземном транспорте выявляем пассажиры без маски, то транспорт прекращает движение, пока пассажир маску не оденет. Ну и плюс с нами в рейде участвуют сотрудники полиции. Правоохранители могут привлечь к ответственности, выписать протокол, если человек будет отказываться надевать маску. За все время составлено более 150 актов. Но крайние меры для исключительного случая. На мороз не будем вас высаживать. Начиньте, пожалуйста, в защитные средства. Закончились каникулы. Школьники вышли в школы и воспользовались общественным транспортом. Мы напоминаем, что необходимо с собой брать защитные средства. Мы с пониманием относимся к младшим. К школьникам и к детям в целом. В морозы высаживать не будем. Но в любом случае стоит позаботиться о своих детях. Заботиться о своем здоровье сегодня мастхэв. Результаты рейдов показали. Сейчас все реже можно встретить нарушителей. Маски помогают. Уверены большинство как пассажиров, так и работников линий. Евгений Харламов пять лет за баранкой автобуса. Рассказывает, работа сложная, но творческая. Да и масочный режим помехой не стал. Раньше было, да, дико трудно было, а сейчас уже привезли. Ну, если время такое пришло, если все идет, пандемия, надо как-то беречь себя от этого. Поэтому сам наш маски не берегишь, дирижешь, дарь. А вот его коллеге Олегу Чигину сегодня выставляется двойка. И вовсе не потому, что маршрут его автобуса второй. А потому, что надевает повязку только при виде контрольной комиссии. А что случилось-то? Что сняли-то маску? Она же у вас здесь вот висела. У вас же не застекленная кобида. Не боитесь заразиться кобида? Нет. Такая смелость может стоить здоровья как своего, так и пассажиров. Поэтому при обнаружении подобных фактов на транспортном предприятии разговор короткий. Дисциплинарная ответственность и лишение премиальных. Сообщить о таких фактах может и любой пассажир. Телефоны горячей линии размещены во всех транспортных средствах. Напомним, нарушителям масочного режима грозит судебное разбирательство. Штрафы могут доходить до 30 тысяч рублей. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. В Самаре продолжается уборка улиц. За сутки вывезли более 14 тысяч тонн снега. Порядок наводили и на Арцебушевской, которую в прошлом году начали ремонтировать по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». На уборки побывала наша съемочная группа. На улице Арцебушевской продолжается уборка снега. Последствия снегопада очищают рабочие и 8 спецмашин. Сугробы убирают с тротуаров и сразу вывозят снег с проезжей части. Жителей такая активность служб благоустройства радует. Они прям сразу все успевают убрать. Везде есть дороги, все идеально просто. В своевременной уборке Арцебушевской особое внимание. В прошлом году улицу начали комплексно ремонтировать по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участках от Льва Толстого до переулка Тургенева и от Полевой до Маяковского уложили новое асфальтовое покрытие. На тротуарах – плитку. Установили дорожные знаки и обновили газоны. Для маломобильных жителей сделали пандусы. Работы выполнили с опережением графика. Теперь все ответственные службы следят за состоянием улицы в зимнее время. «Своевременная очистка будет влиять напрямую на стояние дороги, на ее долговечность и на георгическую безопасность. Мы ежедневно наблюдаем за процессом стояния улицы, как она держится в процессе содержания. И пока нареканий качества содержания у нас нет». За сутки с улиц города вывезли более 14 тысяч тонн снега. Всего с начала зимы на полигоны отправили почти 258 тысяч тонн. Темпы работы коммунальной службы не снижают. «С учетом приближающихся новых осадков, обильных, осуществляются мероприятия по активному содержанию, очистке как проезжей части, так и тротуаров. Историческая часть города отмечается тем, что здесь малое количество газонов, и складировать снег практически негде. Проезжая часть, тротуары сразу за фасады домов. То есть здесь особенно активно, необходимо возить снег, для того, чтобы не допускать скопления снежных масс, обеспечить удобство для пешеходов и автомобилистов». В этом году ремонт Арцебушевской по нацпроекту продолжится. В планах комплексно отремонтировать участок от улицы Маяковского до рабочей. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Экономисты подвели итоги прошедшего года. Больше всего из продуктов в 2020 году подорожал сахар. Поправки в антиотмывочный закон, вступивший в силу 10 января, рассчитаны на упрощение отчетности для банков. А финансовые организации не хотят раскрывать клиентам причины отказов в выдаче средств. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Курс доллара в среду 13 января по данным Центробанка России 73,26 рубля. Евро 90 рублей 32 копейки. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки «Брент» на лондонской бирже составила 56 долларов 45 центов за баррель. Биткоин сейчас стоит 34 201 доллар. Экономисты подвели итоги прошедшего года. Больше всего из продуктов в 2020 году подорожал сахар-песок, который за 12 месяцев прибавил 64%. Цена на подсолнечное масло за год взлетела на 25%. Стоимость фруктов и овощей на 17,5%. Крупы подорожали на 20%, яйца на 15%, макароны на 12%. Кроме того, взлетели цены и на такие продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия, рыбу и морепродукты. Сливочное масло, молоко и другие молочные продукты, мясо и птицу. В целом же продукты питания подорожали за прошлый год более чем на 7%. Для сравнения, в 2019 году рост цен составил менее 3%. Поправки к антиотмывочному закону, вступившие в силу 10 января, рассчитаны на облегчение отчетности для банков. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России. Цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. В Банке России добавили, что теперь такие операции распределены между институтами с учетом характера и специфики деятельности. Тем не менее, подчеркнул регулятор, речи о революционных изменениях не идет. Так, обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций осталась прежней. Как и пороговые суммы самих операций. Поправки в антиотмывочный закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными средствами и по безналичным расчетам, в том числе за почтовые переводы и снятие наличных, начисленных на мобильный телефон на сумму от 100 тысяч рублей. Банки просят депутатов не изменять существующий порядок выдачи кредитов. Финансовые организации не хотят раскрывать клиентам причины отказа в выдаче заемных средств. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России главе Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Банки обеспокоены поправками в закон о потребительском кредите. Их будут рассматривать в Госдуме в феврале. Сейчас финансовые организации имеют право отказать в кредите без объяснений. Проект закона же предлагает обязать кредиторов давать обоснование отказу. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что часто россияне не имеют понятия, почему им не дают ссуды. С принятием же этих поправок они смогут устранять причины отказов. Участники рынка не уверены, что их разъяснения окажутся полезными для потенциальных заемщиков. Они заявляют, что требования у банков разные, и кредиторам отказывают по разным причинам. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В этом месяце в силу вступает ряд важных законодательных нововведений. Например, с января россиян ожидают увеличение МРОД и прожиточного минимума, индексация пенсии и мат-капитала, увеличение ставки НТФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Как изменятся трудовые отношения и что нового готовят для автомобилистов, расскажем в следующем сюжете. С нового года вступают в силу законы, касающиеся взаимоотношений сотрудников и работодателей. Например, компании полностью переходят на ведение электронных трудовых книжек. При этом те, у кого они есть в бумажном варианте, могут их сохранить, но электронное тоже будет. Существенные изменения коснутся удаленной работы. Как рассказывают эксперты в Трудовом кодексе, и раньше была глава, которая регулировала отношения работодателя и дистанционных сотрудников, но она не пользовалась популярностью. Пандемия и самоизоляция потребовали серьезных законодательных изменений этой сферы. Внесли обязанность работодателя обеспечивать техническими средствами работника, потому что до этого тоже не понимали, должен ли я работать с собственным компьютером, или мне работодатель должен ее предоставлять. Сейчас должен сделать работодатель. Лишний раз закрепили права работника на отпуск, на соблюдение иных трудовых прав. Но и важный момент, что и скорректировали увольнение работника. Сейчас мы знаем, например, что можно уволить за прогул, если работник не появляется на рабочем месте, 4 и более часов отсутствует. А с дистанционной работой это не подходит. И установили новую норму, что если работник не выходит на связь с работодателем более двух суток, то это основание для увольнения. В этом году автомобилистам прекратят выдавать знак «инвалид». Сведения о таких автомобилях будут вносить в федеральный реестр. А для получения бесплатной парковки людям с ограниченными возможностями здоровья или их представителям необходимо будет подать заявление в пенсионный фонд о внесении машины в этот реестр. Это можно сделать через портал Госуслуг или в МФЦ. Еще одно нововведение для водителей. С 2021 года изменится состав аптечки. Прозрачнее станет работа такси, говорят эксперты. Например, сами таксисты должны будут сразу сообщать пассажирам о стоимости поездки, а пассажир может сам определить, по какому маршруту ехать к месту назначения. Агрегаторы с этого января обязаны хранить на сервере данные о заказах не менее шести месяцев. Это необходимая вещь. Первое – для защиты прав потребителей. Второе – на фоне возможных терактов. Потому что хранение истории заказов позволяет в каком-то смысле также отслеживать перемещение преступников. Изменения затрагивают и сферу общепита. Кафе и ресторанам теперь запрещается автоматически включать чаевые в счет. Нужно заручиться согласием клиента. Неприятно, когда в меню цена X, кушаешь, потом на выходе получаешь счет, а в счете еще за обслуживание включены деньги. И много споров могло быть по этому поводу. Не все хотят тратить нервы, и, соответственно, не все были готовы спорить и просить выключить сумму, могли молча заплатить. Конечно, есть те, кто с этим не был согласен. Но закон теперь прямо эти вещи запрещает, ставя точку в этом жирном вопросе. Также с января вступили в силу новые противопожарные правила. Изменилась система выплат по больничным. Все многоквартирные дома, которые построят или сдадут в эксплуатацию после 1 января этого года, будут оснащены умными приборами учета электрической энергии. Также с нового года в стране возобновилась практика начисления пений и штрафов за несвоевременную и неполную оплату коммунальных услуг и взносов за капремонт. В канун Старого Нового года в России отмечается еще один праздник – День печати. 300 лет назад Петр I выпустил первую в отечественной истории газету «Ведомости». Первое печатное издание в Самаре тоже появилось в январе, но в 1852 году. А немногим позже в свет вышел номер одной из старейших газет страны – Самарской газеты. Как со временем менялось печатное искусство и как сегодня чувствуют себя газеты в информационном пространстве, разбиралась Мария Левина. На кадрах старейшее печатное издание страны – выпуск революционной Самарской газеты. Номер вышел в свет в 1883 году, спустя 30 лет после первой напечатанной газеты в Самаре и 180 лет после первых общероссийских Петровских ведомостей. Издание получило общественное признание. Журналисты писали о главных городских новостях – ценах на продовольствие. Здесь печатались авторы, например, Александр Куприн. В 1895 году редактором стал Максим Горький. В газете писал Фильетона под псевдонимом Иегудиил Хламида. Издание становилось еще популярнее. В годы Первой русской революции все изменилось. В 1906 решением суда редакцию распустили. В последующие годы во всех газетах страны печатались лишь протоколы и отчеты партии. Лишь к 60-м издания вернулись к научно-популярным статьям. Если в редакциях слово зарождалось, то именно здесь оно выходило в свет. Самарский дом печати построили в 1964-м. Тогда это была одна из крупнейших типографий в Поволжье. Здесь печатались не только региональные, но и федеральные издания. Тогда это здание было местом притяжения горожан. Здесь располагались клубы по интересам и часто проходили концерты. Здесь печаталась и популярная советская «Волжская заря» в народе «Зорька». Александр Лаврик в печатных медиа уже больше полувека вспоминает «Зорьку» как начало творческого пути. В 70-е газета становилась народной, рассказывает Александр Владимирович. Люди не только читали о событиях, а становились их частью, главными героями. В «Зорьке» писали о слесарях, учителях, продавцах. Стыдили нерадивых коммунальщиков. Горожане видели в таком печатном СМИ защиту. О жизни города, транспорта городского, каких-то коммунальных служб и прочее газеты тогда не писали. Не писали. Была партийная тематика, была там сельскохозяйственная тематика, была международная тематика. Но вот чтобы писали, как изменится маршрут, например, 24-й автобуса, и почему он изменится, какие новые будут, такого не было. Поэтому один из главных тезисов был, что мы должны как можно шире освещать жизнь города. В 90-е в городе возродилась «Самарская газета». Муниципальные издания восстановили решением Горсовета. В конкурсе на должность главреда участвовали 13 журналистов со всей страны. Победил Сергей Рязанов. Радость от победы почти сразу сменилась недоумением. Нет ни помещения, ни мебели, ни сотрудников. Есть дефицит в стране и задача – выдать номер. Это люди, которые работали, если не с 91-го, то уже с 92-го года точно. Писали о том, что ждали люди. В 93-м году собственниками газеты стали сами журналисты. Статьи стали еще свободнее. За них приходилось отвечать и порой не только словом. Мне потом много чего рассказали про то, что со мной сделают, и с газетой сделают. Но мы позволяли себе это. В асфальт закатать обещали. Всю родню мою порезать на шашлык обещали. Мы старались быть честными. Мы боролись за свою независимость. У людей не всегда хватало на чай и макароны. А самарскую газету выписывали. Став самостоятельным изданием, газета лишилась муниципальной финансовой поддержки. Выживали за счет рекламы и пиар-компаний. Первыми использовали в этом городе практику, как это в Америке называется, paperboy. Газетный мальчик. У нас были не только мальчики, но и девочки. Мы пошили фартушки такие, передники, с логотипом SG, самарская газета. Бейсболочки тоже с логотипом. Ребята приходили в самарскую газету, получали по пачке газет, предоплату вносили. И бегали по вокзалам, по базарам, по торговым центрам. Продавали. Это была не просто реализация. Это была акция рекламы. В начале 21 века печатные СМИ оставались верным источником информации, который всегда был под рукой. С середины нулевых в регионах начали исчезать газетные киоски. Содержать их стало невыгодно. На смену печатным изданиям пришел интернет и электронные СМИ. Тираж всех газет Самарской области за 20-й год составил 3 миллиона экземпляров. По такой статистике получается, что выписывают издание себе всего несколько десятков тысяч человек. Но полностью отказываться от печатной продукции самарцы не спешат. Нет. А как информацию, откуда вы узнаете? Ну, телевизор, интернет. А я, потому что в годах я интернетом не пользуюсь. Я поэтому читаю это газеты. Какое-то информационное поле должно быть, кроме интернета. Сейчас аудитория, она читательская, она есть везде. И каждый выбирает удобный для них формат. И поэтому у газеты сейчас есть читатель, есть аудитория, есть подписчики. Плюс ко всему мы еще работаем для льготной подписки. Это, например, те же самые ветераны. Они получают газету бесплатно. И эта аудитория, ее никто не охватывает. Возможно, только газеты, телевидение. Современная газета – это мультиплатформа. Здесь создают контент и интегрируют его в социальные сети, но уже в иной форме. Секрет успеха векового издания – чувствовать читателя. Но точно известно, что в ближайшие 10 лет у горожан еще будет возможность держать в руках напечатанный источник информации. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok